Саша, ты вроде разбираешься в моде. Скажи мне, огромные куртки, похожие на одеяло, еще в тренде. А то я нашел свой старый спальный мешок и думаю ходить в нем всю зиму, но не хочу сильно уж выделяться из толпы. А ты не хочешь носить что-то менее странное? Ну, могу завернуться в одеяло. Древние шотландцы вообще вон заворачивались в плед. И использовали как верхнюю одежду, а ночью им укрывались прям очень удобно, я считаю. Доброе утро, губерния. В студии считающий себя древним шотландцем Максим Полагнюк. Хорошо, что ты еще не килт не надеваешь, Макс. И Саша Байдачный, который не уважает старинную моду вообще. А сегодня, между прочим, день пледа. Так что если бы я пришел завернутый в плед, мне бы и слова никто не сказал, кроме тебя. Действительно, мы отмечаем сегодня день мягкого, вязаного пледа. Дни стали короче, похолодало, и самое время найти плед потеплее, чтобы под ним проводить вечера. Но не только пледы греют нас в холодное время, чтобы согреться, носите теплые носки и тапочки, пока ноги втеплее, и остальному телу будет хорошо. А еще пригодятся и специи. Перец, имбирь и корица обладают согревающим эффектом. Мне кажется, что ничто так не согревает осенью, как тарелка огненного борща с чесночком. Но главное, не забыть сметанку, чтобы погасить огонь внутри. А какой едой согреваются жители губернии, мы узнаем из опросов. Пельмени. Борщ. Я первую вообще не люблю, поэтому я не знаю. Чай. Хаш. Суп. Борщ. Ну, первая, наверное, суп все-таки горячая. Какой-нибудь суп. Можно грибной даже, да? Наверное, картошка фри. Самая согревающая еда – это та, которая приготовлена с любовью, приготовлена дома, руками каких-то близких людей, родственников, в которую вложено очень много тепла. Друзья, снова мы вас приветствуем и представляем нашу гостью. Мария Кроташова, психолог. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня отмечаем день пледа, всячески пытаемся согреться физически. Поспать иногда. Да, но мне кажется, сейчас во всем мире такая ситуация, что хочется согреться еще и душевно. Да, есть такое на самом деле. Давайте обсудим, какие могут быть способы правильного согревания себя в этом плане. На самом деле, да, у меня сейчас очень много запросов как раз на тему вообще душевного равновесия, эмоционального фона. И первое, это самому собрать себя. То есть здесь, да, чем больше у нас привычных вещей в жизни, начиная там от зарядки, не знаю, вкусного кофе, да, там, кошки дома, если есть. Кстати, кошки круто снимают стресс, прям отлично. Заметно по вам. Но на самом деле, первое, да, то есть мы собираем себя, табу на любые раздражающие факторы. То есть мы стараемся не смотреть фильмы, которые там вызывают какую-то бурю эмоций. Лучше вот на самом деле, да, какую-то теплую, добрую передачу. Второй момент, это все, что внутри отношений. То есть со своими близкими, когда мы больше времени прям закладываем. И говорю, да, я тоже часто шучу, что все, что не вписано в график, туда никогда не уместится. И сейчас очень важно как раз прям планировать время с друзьями, может быть, это там домашние посиделки, пледы туда же прекрасно идут. Вечера с близкими, какие-то лишние раз, там, не знаю, позвонить родителям и так далее. И вот когда ты понимаешь, что тебе самому, да, ты как бы себя так немножко подсобрал, а потом ты вокруг себя собрал, как мы сейчас, да, с вами здесь за столом, людей, и ты базово начинаешь внутри своего пространства создавать тепло. И здесь это лишний раз, когда ты, там, не знаю, зашел к другу, поставил там лайк на сториз, не знаю, комментарий там какой-то написал, теплые там сообщения. То есть из всего этого как раз и потихонечку складывается тепло. И тогда дальше уже, да, например, в моей профессии, в вашей профессии, мы можем это тепло, ну, нести дальше людям. Потому что если тебе самому ты себя не собрал, дома у тебя, там, стресс, скандал, не знаю, и так далее, то дальше вы ходите и говорите, здравствуйте, а теперь мы будем нести тепло людям. Ну, нет, физически ты это не вытянешь. Какие ритуалы могут нам помочь, вот, сохранить? В собирании. Да, ту самую теплую атмосферу в семье, как правильно Максим выразился. Ну, на самом деле, с моей точки зрения, первое, есть ритуалы, которые у вас были до стрессовой ситуации. То есть если там, не знаю, вы ездили к родителям на картошку или на селедку под шубой, условно говоря, да, то вот как бы и сделайте то же самое. Если вы привыкли с подругами, не знаю, ходить в кино, даже если сейчас как бы непонятно, что с фильмами, да, либо собраться дома, либо сходить все-таки там, там, смотреть Глинтвейн, например, да, тут не формать можно безалкогольный, да, ни пропаганды никаких там напитков. А если, например, с партнером, да, была история, что, не знаю, там, вы любите играть в боулинг, да, или вы там любите гулять вдвоем, то все, что было вот базово, вызывает хорошие воспоминания, мы это берем и усиливаем. А второй момент, когда мы спрашиваем, особенно у меня есть, например, парная терапия, и часто мне говорят, что мне сделать, чтобы мужу было лучше, или что мне сделать, чтобы жене было хорошо. Вот поворачиваешься лицом к супругу и спрашиваешь, вот, дорогой, словами через рот, дорогой, вот прямо сейчас, что я могу сделать, чтобы тебе было лучше, да, и то же самое, как, я не знаю, вот я сейчас вас спросила, да, что я могу, там, не знаю, чтобы вам кофе налить, да, чтобы вам стало хорошо вырослопать. Ой, это было очень великолепно просто. А мне кажется, проблема иногда в том, что человек не может ответить на такой элементарный вопрос. А мне кажется, еще проблема в том, что тяжело решиться, надо такой вопрос задать. На самом деле, у нас есть тоже такой момент, да, мы очень любим жить в иллюзиях в своей голове. То есть мы такие смотрим, вот, знаете, как анекдот проявить такую маму, ты замерз, а ты проголодался, вот, и мы часто тоже смотрим на свой партнер, вот, ему сейчас надо, чтобы побыть одному, а человеку может хотеться поговорить. Или наоборот, его сейчас надо накормить. Кстати, российские женщины очень любят проявлять вот это, любить, кормить. Знаете, вот это, всех накормить. А у человека на стрессе может пропасть аппетит, она такая, господи, я начала невкусно готовить, все, мир рухнул. Но часто, на самом деле, мы подходим, прям спрашиваем, то есть, что ты сейчас хочешь? Там, не знаю, могу предложить, там, тебе ужин, пойти погулять, не знаю, оставить тебе одного, или, там, не знаю, сделать тебе массаж головы. Все, вот хотя бы из таких. И часто, когда, да, прям, ссорюсь, это говорю, когда человек боится, наверное, как человек обычно знает, что ему надо, часто он не говорит. Тогда, когда он говорит 10 раз до этого, он говорит, что у меня какая-то нет, я лучше знаю, что тебе надо. Вот этого стоит избегать. Ну что ж, погода в доме, конечно же, главнее всего, но не стоит забывать и про погода на улице. Прогноз прямо сейчас. В пятницу в Самарской области будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем плюс 9, плюс 14 ночи, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 7, плюс 10, на востоке и юге плюс 10, плюс 13. Погода в Самаре ожидается пасмурная и прохладная, днем плюс 6, плюс 11 градусов, ночью плюс 6, плюс 7. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 54,62%. Продолжаем учиться меньше стрессовать вместе с нашей гостьей, Марии Карташовой, психологом. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Почему понятие счастья мы очень часто связываем с семьей, с каким-то союзом, а вот одному счастливым возможно стать быть? Ну, с моей точки зрения, невозможно счастливый союз создать, если ты несчастлив сам с собой, потому что тогда это такие немножко костыли. Если мы говорим, да, даже то, что я вначале говорила, что базово мы собираем себя. И если мы понимаем, что в какой-то момент я несчастлив, то базово мы задаем себе вопрос, что для меня сейчас не так. И дальше по разным сферам жизни смотрим. То есть там вот моя семья, вот моя работа, вот моя реализация, вот мои отношения с друзьями, там не знаю, что-то еще. Там погода в стране, в которой я живу, или там в городе, да. И дальше смотрим, на что я могу влиять. Вот все, на что я могу влиять, да, это на один листок. Все, на что я не могу влиять, это на другой листок. И вот все, что я могу влиять, да, это так называемая зона ответственности, она же зона влияния. И вот там начинать даже вот микровещи какие-то менять. То есть если вы можете, я не знаю, вам кружка не нравится, которую вы с утра пьете, вот хочется другую. Окей. Хочется вам плед как раз, да, кстати. Вот пришли вы там, не знаю, в какой-нибудь магазин, видели плед, вот вам хочется вот именно в него завернуться и вечером смотреть, не знаю, фильм или мультики. Сейчас многие смотрят мультики, я в том числе. Эта история, когда ты такой привычный сериал включаешь, такой, нет, слишком много насилия. Мультики, там тебе 37, мультики, прекрасно. И вот здесь пошагово ты начинаешь вот зону своего, как бы, да, своей жизни создавать из маленьких-маленьких пазлов, так, как тебе будет комфортно. И вот отсюда потихонечку появляются уже какие-то дальнейшие действия, желания, там, стремления, и все хорошо. Насколько важно, не знаю, уметь реагировать на так называемых токсичных людей? Сейчас тоже очень модно. И как вообще правильно себя с ним вести, когда тебя вот выводят как раз из зоны равновесия и комфорта? Давайте первый, да, такой важный момент. Я не знаю, сколько вам лет, но плюс-минус наше поколение, там, 30+, мы базово все токсичные. Так, вот тебе, да. Мне кажется, будет там хороший рилс, да, если что-то. Вот мы базово все токсичные, потому что мы росли в токсичной среде. Базово токсичность есть во всех. Но есть момент, когда вы там с друзьями сидите, пошутили, всем смешно, как бы вы никого не задели, вопросов нет. А именно история, там, израиль, когда, там, я знаю, девушки, там, 30+, а че не замужем? А когда за детьми? Или там еще что-то, да? Ну, там, вот, че, сейчас твоя онлайн-работа-то пойдет не туда, да, все рухнет. Вот здесь уже, да, мы четко понимаем, что здесь токсичность такая направленная, когда вас хотят задеть. Если вам в этот момент неприятно, то единственный способ, это как бы люди убивать нельзя, единственный способ, это выставлять границы, да, это тоже любимый, там, психологический такой термин, выставлять границы. И когда мы базово просто людям говорим, что вот, пожалуйста, мне такое просто не задавай. Часто для людей сначала это шок. А в смысле это близкий смысл? Как это вежливо сделать, научить? Ну, прям, когда мы говорим, что, там, дремя, тема замужества или чего-то, что, как бы, я не готова обсуждать эту тему. И на самом деле, вот сейчас, да, в нынешней ситуации очень хорошо реально понимать и выходить из диалогов. То есть сейчас очень много, там, токсичных комментариев, диалогов, которые вот раскручиваются, как воронка. И ты уже такой, ве-е-е, тебя понесло куда-то. Нет, в этот момент мы как раз прям тормозим, что, стоп, я не готова обсуждать эту тему. Там, у тебя еще своего мнения нет, у меня есть свое мнение, я не готова обсуждать с тобой. Все. Мария, огромное спасибо. Мне кажется, мы с Сашей сегодня стали немножечко спокойнее. Это точно. Спасибо вам. Хорошего дня. Спасибо огромное за приглашение. Ну, а если под рукой у вас нет пледа, можно согреться с помощью барабанной дроби. Бля-бля-бля. Хороший барабан бить сильно не надо, гласит китайская мудрость. Как с этим дела стоят у корейцев. Мы узнаем на мастер-классе по игре на корейских барабанах. Четверки. Двойки. Барабан называется бук. 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 С чего начинается у нас вообще, не знаю, игра на барабанах? Игра на барабанах начинается со стойки. Так. Мы стоим, ноги примерно на ширине плеч, мягкие коленочки. То есть тело у нас мягкое, ни в коем случае не зажатое. Палка продолжения руки. Рука такое естественное положение у нас, чтобы дотронувшись до барабана палочками, локти не заходили за туловище. Ни в коем случае. То есть вот такого, чтобы не было. И чтобы мы не тянулись. Подняли. Не убираем руку от барабана. Не убираем. Мы оставляем ее над поверхностью. Да. Подняли, опустили. Вот, отлично. И она у нас осталась. Зафиксировали. Еще раз. Три-четыре. Раз. Два. Три-четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. А палочка должна как бы скользить? Нет. Удар не скользящий, удар как бы вот правильно. Да. Да. Не уносим руку. Не уносим руку. Оставляем здесь. Смотрите, принцип должен быть. Звук идет из барабана. Теперь ритм. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Теперь то же самое на четыре. Мы на восемь считаем. Теперь на четыре. И так же четыре раз. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Два. Два. Три. Четыре. Три. Два. Три. Четыре. Четыре. Два. Три. Четыре. Левая рука скользит по поверхности. Правый ударяет вертикально Это одно движение Три, четыре, раз Отлично Добавляем к нему Раз Понеслась внезапно сразу Отлично То, что любят все наши гости Учить Три, четыре Раз, правая, та, та Левая, бортик, левая Все, бортик У нас палочка должна стукнуть Место, где дерево соприкасается Здесь металлический обруч Звук совсем другой, можете попробовать А дерево по дереву Во-первых, звонко, во-вторых, упруго Отлично И только паузу выдерживаем Три, четыре Раз, и два, и три, и четыре И раз, и два, и три, и четыре Мы все сыграли? Это вообще какая-то композиция получается? Да, это композиция под песню Молодежный гимн У нее такое очень хорошее содержание Которое говорит о том Что молодежь вперед Если мы хотим добиться чего-то нового Надо просто шагнуть вперед смело У вас есть минусовка? Да То есть может попали не сыграть, да? Да Попробуем И раз Раз, два, три, четыре 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 Четыре. Пять. Четыре. Пять. Пять. Четыре. Четыре. Пять. Двойки. Детенечки. Раз. 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 Два. Три. Четыре. Раз. Приболок. Есть. Пять. Воспект. Ну что, возьмете меня к себе в коллектив? С удовольствием, а нам мужчины очень даже нужны Все, на самом деле, рекомендую, как всегда, хотя бы раз в своей жизни взять палочки и постучать Потому что это действительно очень медитативно Забываешь вообще обо всем, время пролетает незаметно И это только всегда положительные классные эмоции И возможность снять стресс Друзья, мы продолжаем наш эфир И у нас в гостях Елена Чеченовская, консультант по детскому сну Доброе утро У нас сегодня день пледа И осенью очень актуальная такая тема Хочется завернуться в пледик, поспать так сладко Ну вот со сном часто проблемы возникают и у взрослых, и у детей Давайте разбираться, как же делать так, чтобы сон был крепкий и хороший В первую очередь у детей У детей, ну, дети приходят в наш мир И родителям дают главное понять И отодвинуть все второстепенное А главное это что? Это спокойствие родителей, это принятие ребенка Это любовь ребенка И здесь вот нужно как бы учесть эти моменты И убрать вот эту тревогу Потому что зачастую в наше время, в век телевидения Когда со всех реклам, с каких-то фильмов Везде кричат, что ваш малыш будет спать всю ночь Ни о чем не беспокойтесь Ну, на самом деле, материнство это далеко не сон всю ночь И сон до трех лет полноценный, как у нас взрослых Ну, так не бывает, что детки все равно до трех лет просыпаются Несколько раз за ночь И для них это нормально Но когда родители это Если бы не уяснили для себя, что это нормально Они бы проще к этому относились А почему так происходит? Ну, даже мы взрослые просыпаемся среди ночи Просто мы этого не помним Где-то проснулись, там, одеялом укрылись Где-то у нас ножка замерзла, мы укрыли Где-то повернулись Потому что это было заложено в нас, природой Чтобы мы проснулись, посмотрели обстановку Все ли хорошо, в безопасности ли мы И поэтому это так И сон ребенка проходит в основном в фазе быстрого сна Потому что его мозг активно развивается И только с возрастом постепенно Как у нас в взрослых идет уже фаза длинного сна Что мы крепко спим И бывает нас с пушечным выстрелом Да, не разбудит никто Но давайте все равно разбираться в условиях Для хорошего сна детского Что это должно быть? Помещение проветренное, прохлада Смотрите, если смотреть только на сон Только вот Если мы вот упремся в сон Это будет недальновидно и недальнозорко Нужно смотреть все аспекты Все, что делают с ребенком Это какое помещение проветриваемое Но какая влажность в помещении Это и уход матери за ребенком Как она покрывает его базовые какие-то потребности И это и также состояние мам Насколько она сейчас вот это модное слово Ресурсно наполненное Потому что когда мама сама по себе спокойна Она может нормально, в нормальном состоянии Помочь ребенку, да, среагировать даже на его плач Потому что ее не будет трясти Но то, что он там заплакал А может спокойно взять и успокоить своего ребенка И это также и насколько она откликается на его плач Потому что сейчас же модно Бывает, что бабушки нам говорят Не бери лишний раз на руки Привыкнет к ручкам А на самом деле ребенку до трех месяцев Вообще это период донашивания Ребенку требуется, когда его там Носят на руках Его восстанавливаются нервные системы То есть он, ну, как бы базовая потребность Ребенка удовлетворена Он чувствует себя в безопасности За мамой Для него мама как бог Чувствует себя более спокойно Но зачастую родители начинают переживать Что ой, лишний раз поплакал Ой, лишний раз на ручки попросился И вот эта тревога, получается, замкнутый круг Мама чувствует тревогу Ребенок от мамы тоже эту тревогу получает Потому что мама, если кормит грудь С грудным молоком, вам передает кортизол И ребенок от мамы принимает вот эту Какую-то тревожность и начинает плакать Думать, что я не в безопасности Надо кричать, чтобы мама меня там не оставила С волками, надо бежать куда-то Вот, и получается замкнутый круг Ну, вообще, когда, если работать со сном В первую очередь, это маме надо ресурсно наполниться А как ресурсно наполниться? Не бояться просить о помощи Нормально питаться, там, получать все витаминов Потому что даже кормящей маме Можно есть все и многое Но многие себя ограничивают, да, там Вплоть до гречки с индейкой На самом деле, можно разнообразно питаться Интересно Мне, кстати, кажется, что чтение перед сном Тоже очень хорошо помогает детям, да и взрослым тоже Правильную книгу выбираем в нашей рубрике «Читалка» Добрый день, дорогие читатели Сегодня мы хотели бы порекомендовать вам книгу Современного писателя, наверное, уже ставшего легендарным Виктора Пелевина Этот роман давно ждали поклонники Он называется «Непобедимое солнце» И я думаю, что те, кто любит мистические романы И творчество Пелевина Не смогут пройти мимо этой книги О чем она? Как и все творчество Пелевина Она достаточно сложная, многоплановая, но интересная Речь идет о блондинке Которая должна отправиться в путешествие На этом путешествии, как и подобает герою И ей встретится множество препятствий, множество событий И, конечно, как настоящий герой Она должна будет познакомиться с интересными людьми И исполнить свою особенную мифологическую миссию В этой книге есть буквально все И историки-некроэмпаты И римские деятели И американские корпоративные анархисты И турецкие филологи-суфи И представители различных профессий Книга очень многоплановая Книга очень интересная Мы не будем открывать тайны всего сюжета Но я могу сказать так, что скучать точно не придется В книге есть переосмысление эсхатологического мифа То есть книга о конце света Который можно, в общем-то, отменить А если и не отменить То, возможно, создать более интересный новый мир В общем, книга придется по вкусу Поколению которой пережила сложные времена пандемии И сейчас, наверное, готова абсолютно ко всему В общем, читайте Книга Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» действительно сможет согреть душу В эти осенние прохладные вечера Читайте с нами Любопытно, что многие мифологии мира Так или иначе рассказывают о неком камне Например, можно вспомнить философский камень Который искали древние алхимики Или краеугольный камень, который есть в христианстве Здесь тоже есть свой камень Это солнечный камень И, конечно же, он тоже играет какую-то определенную роль Мне всегда впечатляло, как Пелевин может Все эти смыслы, символы сплести В какое-то абсолютно новое полотно Которое вроде бы и нереально, и реально И мифологично, и фантастично И... ну, это какой-то винегрет сознание И на самом деле это круто Я думаю, что ценители поймут Продолжаем разбираться в вопросах детского сна С Еленой Чеченовской, консультантом по детскому сну Еще раз доброе утро Доброе утро Что делать, если ребенок не засыпает И преисполнен в бодрости? Это аномалия или бывают такие случаи, и это нормально? Нет, во-первых, надо следить за первыми признаками усталости ребенка Когда он хочет спать Потому что зачастую мама пропускает это окно Что ой-ой-ой, сейчас это вот... Я не знаю, там умоем его, потом только пойдем спать А если вы видите первые признаки усталости Да, там ребенок трет глазки Или если он играл, как-то замедлился То нужно срочно идти укладывать спать Либо ориентироваться там на время бодрости Согласно там возрасту И смотреть, если вы понимаете, что ребенок хочет Ну, уже пора ему спать, пора бы укладываться А есть какие-то лайфхаки, чтобы ребеночка как бы заставить спать? Не знаю, может покормить еще раз Может там, может, опять же, вот эти баюки, укачивания, работают ли они? И нужно ли это делать? Если ребенок не спит, не спит, а родители уже все Они уже хотят спать и хотят вместе с собой уложить ребенка Когда все грамотно организованно Хоть за ребенком, в принципе, когда ребенок хочет спать У нас нет в любой остановке, даже если вы в гостях Если было все грамотно организовано И не важно, где он там был, в гостях, на прогулке Когда ребенок хочет спать, он будет спать А вот если он не хочет спать, просто не совсем поняли мой вопрос Если он еще вроде бы не хочет спать, мы уже хотим Но нужно Да, но как бы нужно, можно ли его уложить? Нужно под ребенка подстроиться? Ну, можно, да, в отличие, вот как вы сегодня сказали про книги Если в совсем маленьком возрасте можно читать свои книги Научные или еще что-то, вы там к сессии готовитесь Либо детские, либо вспомнить какие-то стихи И монотонно начинается читать, если кормите грудью Самый, мне кажется, легкий лайфхак вообще с грудничками Это приложить к груди, и ребенок уснет И главное его потом просто нужным способом переложить от себя Не повредив его сон А если ребенок не хочет засыпать в своей кроватке А хочет спать с мамой Нужно уступить, поддаться такому желанию? Здесь каждый родитель решает для себя Есть также, многие родители практикуют совместный сон Кто-то раздельный, кому как удобно И плюс надо не забывать, что все детки разные Либо можно, да, ломать ребенка, там, его психику Плюс дети бывают более тактильные То есть требуется кому-то больше, там, побыть с мамой Кому-то достаточно просто за ручку подержаться Кому-то достаточно просто поцеловать, сказать, там, спокойной ночи, да Поэтому каждый родитель в тандеме работает со своим ребенком Если говорить о дневном сне, то до какого возраста он еще необходим ребенку? Вообще до 7 лет даже считается, что нормально, что если ребенок в обед спит Но бывают очень редкие исключения, что ребенку достаточно, что он не спит в обед И самое главное смотреть, опять же, как он после обеденное время и вечернее ведет себя Если вы видите, что вечером у ребенка какие-то истерики Что он как-то себя не очень хорошо ведет, то лучше все-таки, наверное, укладывать в обед Но бывает, родители попробовали там пару раз, да И не получилось, и бросают эту идею На самом деле, может быть, надо было бы быть более настойчивей Даже достаточно ребенку не то, что даже поспать, если он привык не спать А просто хотя бы час днем провести в тишине, почитать книжки спокойно Колыбельные попеть, я не знаю, о чем-то поговорить Чтобы он просто полежал в спокойном состоянии Мне кажется, мальчикам в 36 годиков тоже очень полезно поспать Мне кажется, мы тоже взрослые, бывает даже когда работаем, правда, думаем А поспать бы сейчас? Елена, огромное спасибо за ваш позитив и за информацию, которую вы сегодня нам рассказали Хорошего дня! Друзья, оставайтесь с нами, мы ненадолго прервемся И с этим мы вернемся в нашу студию В эфире новости на канале Губерния в студии Николай Гришечкин Доброе утро! Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывает во всех военных частях региона Где находится мобилизованный и проверит, как устроен их быт Сегодня глава региона отправится в часть, расположенную в Волжском районе Там он намерен пообщаться с мобилизованными и проверить, как проводится подготовка 4 октября, работая в Тольятти, губернатор побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации Уже на следующий день, 5 октября, Дмитрий Азаров встретился с мобилизованными земляками в части, расположенной в Самаре Таким образом, губернатор Самарской области в течение недели побывает во всех частях, где проходит боевое слаживание мобилизованной жителей региона Во время таких выездов Дмитрий Азаров проверяет условия питания и проживания, а также отвечает на вопросы мобилизованных Сами бойцы говорят, что у них все нормально, настрой боевой и победа будет за нами Ребята у меня там, и потому что то, что творится там, это может произойти и у нас, и там дети гибнут, и у меня у самого детства Я не хочу, чтобы такое творилось у нас Повестку я уже ждал, я чувствовал, что меня уже призовут и морально был готов идти защищать свою страну Так как все мое поколение дедов, оно воевало Ребята у нас здесь очень хорошие, дружные, как бы все прошли срочную службу Есть люди с боевым опытом Все нормально, все хорошо, вернемся с победой В плане бытового все отлично, то есть нас встретили, нас садили, нас разместили Кормят, мы на всех видах довольствия поставлены Все мы проходили службу, мы давали присягу Не надо оставаться в стороне, чтобы помочь также бойцам, которые сейчас там отставят интересы Защищают мирных граждан, кто-то должен помогать им еще со стороны бороться с этим Это потому что наше общее дело, страна у нас большая Как наши деды воевали вместе, мы также должны все вместе выполнять такие задачи В плане бытового нет, вопросов нет, кормят хорошо, то есть постельное белье меняют Ну, бытовые условия соответствуют 8 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники одного из важнейших направлений Росгвардии Специальных отрядов быстрого реагирования СОБР создавались в лихие 90-е для борьбы с организованной преступностью и незаконными группировками Сегодня отряды, укомплектованные самыми современными видами оружия Оснащены спецтехникой и новейшей экипировкой Но их неизменными атрибутами по-прежнему остаются храбрость и смелость Бойцы СОБР ежедневно рискуют жизнью ради спокойствия граждан Активно борются с терроризмом и экстремизмом Участвуют в спецоперациях по предупреждению и пресечению преступлений Гражданство без проволочек 9 человек, прибывшие в Самару с Донбасса, получили российские паспорта Важный документ переселенцам выдали по упрощенной схеме Церемония прошла в многофункциональном миграционном центре О жизни людей, у которых теперь открыта новая страница Наш следующий сюжет Большой день для жителей Донбасса, сделавших выбор в пользу российского гражданства Перед тем, как получить заветный документ, приносят присягу Очень приятно к нам относились Большое приятно, что мы приняли присягу И, конечно, большое спасибо России Важный и для многих долгожданный документ Российский паспорт вручают в Самарском многофункциональном миграционном центре В подарок Конституции страны Той, что теперь тоже их родина Все они получили гражданство в упрощенном порядке Сотрудники полиции и территориального органа в кратчайшие сроки Помогли с оформлением всех необходимых документов Особо приятно в этот день принимать слова благодарности В адрес сотрудников главного управления МВД России по Самарской области От граждан, которые прошли свой нелегкий путь И, наконец, стали гражданами, полноценными гражданами Российской Федерации Действительно очень важный и душевный день Потому что очень важно сохранять ту радость Которую, к сожалению, люди были лишены на протяжении очень долгого времени И сегодня в такой торжественной обстановке Это действительно значимое событие И они в нашем Отечестве обретут свой новый дом Чистое небо над головой, новые возможности Напомним, референдум о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик Херсонской и Запорожской областей признан состоявшимся Договоры о вхождении новых субъектов в состав России подписаны в Кремле В Российской Федерации теперь их 89 Татьяна Пудова, Новости губерния В Самаре полным ходом продолжается строительство новой станции метро «Театральная» Стройка беспрецедентная В связи с которой необходимо решить массу задач В частности, перенос сетей инженерных коммуникаций и водоснабжения Сейчас специалисты проводят эту работу в районе улицы Галактионовской А уже со следующей недели придет очередь переноса коммуникаций на улицах Полевой, Самарской и Новосадовой В связи с этим с 8 октября на 39 дней будет ограничено движение транспорта Так, городские маршруты по направлению в город будут объезжать перекрытый участок по улице Первомайской и Молодогвардейской В направлении из города объезд будет осуществляться по улицам Чкалова и Ленинской На период действия временной схемы движения скорректируют и работу светофоров для лучшей пропускной способности транспортного потока Жители и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут Подробная схема движения представлена на официальном сайте городской администрации Более 69% жилых домов в Самарской области подключили к теплу Также отопление подано более чем в 80% соц. объектов Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики регион Александр Мордвинов В этом году отопительный сезон в Самарской области начался раньше обычного По нормативам тепло в дома дают только тогда, когда среднесуточная температура в течение 5 дней не превышает 8 градусов Пока в регионе стоит более теплая погода, но несмотря на это батареи в домах уже потеплели Это стало возможным благодаря масштабным работам по подготовке к отопительному сезону За лето специалисты провели полную инспекцию теплосетей, заменили 46 километров труб Всего на подготовку к отопительному сезону ресурсоснабжающие организации зарасходовали более 8,5 миллиардов рублей Это и перекладка теплотрассы, и модернизация существующих котельных, и строительство новых Обновленные крыльцо и козырьки появились в одном из домов села Кенель-Черкассы Там управляющая компания провела ремонт входной группы многоквартирного дома перед зимой А также выполнила отдельные просьбы жильцов Что еще обновилось, расскажем Текущий ремонт в многоквартирных домах в самом разгаре Перед зимой нужно успеть выполнить все поставленные задачи Светлана Ахмедшина живет в доме на улице Новой уже более 30 лет Признается, до недавнего времени в холодное время года в квартире сильно дуло из щелей Образовывалась плесень Вопрос был решен незамедлительно Эту зиму жительница Кенель-Черкасского района проведет в тепле Я написала заявление нашу обслуживающую компанию Алексей Алексеевич, утеплили мне стену Сделали, поменяли нам двери Я думаю, что хорошо, я благодарна, что у нас такая служащая компания хорошая Что они нам помогают Управляющая компания также провела ремонт входной группы подъезда, крыльца и козырьков Кроме того, по обращению жителей угловых квартир специалисты утеплили и торцевую стену Мы произвели, как обычно, прессовку, промывку системы отопления Поменяли тамбурные двери Поставили пластиковые полностью Раньше были деревянные Щели были, зимой продувало Ремонт подъездных групп Это крыльцо, козырьки К слову, на улице Московской, 23Б Из-за ошибки при проведении отделочных работ в период строительства дома Обрушилась часть штукатурки на фасаде Управляющая организация сразу же взялась за устранение нарушений Мониторинг по ремонтным работам в многоквартирных домах региона Усилен по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова На особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Находится вопрос подготовки к зиме И в этой связи хотелось бы отметить Очень удачное взаимодействие управляющей организации с жильцами Не было никаких жалоб Государственную жилищную инспекцию Жильцы сами договорились с управляющей организацией Написали заявку Управляющая организация пришла И сама все работы заявленные выполнила Елизавета Должикова, новости губернии Больше новостей на нашем сайте www.savainfo.ru И в нашем информационном выпуске в полдень А у меня пока на этом все Увидимся Доброе утро губернии В студии вновь ведущие Саша Пайдачный И Максим Полагнюк Сегодня празднуем день теплого пледа И обсуждаем способы им согреться О да, для мерзлявых придумали даже электрические одеяла и простыни Они нагреваются от сети и всю ночь держат тепло А на улицу можно выходить в куртки с электроподогревом Да, если вам предстоит очень долго пробыть на улице Сейчас появились такие маленькие химические грелки Это такие мешочки, которые надо потрясти, чтобы активировать химические реакции Такой мешочек можно либо в обувь положить, либо в перчатки И он будет отдавать тепло несколько часов Мне кажется, вообще отличная вещь для осенних прогулок в лесу В теплых странах вроде Индии такие грелки вряд ли пригодятся Но зимой там стараются есть согревающую еду Жареная, соленая, острая К согревающей пище относятся сливочное масло И, как ни странно, морковь А также все, что содержит лук и твой любимый чеснок О да, если съесть зубчик чеснока, без всего точно согреешься Потому что будешь бегать и пытаться унять огонь во рту А какая еще еда согревает, спросим у жителей губернии Пельмени Борщ Я первую вообще не люблю, поэтому я не знаю, чай Хаш Суп Борщ Ну, первая, наверное, суп все-таки горячая Какой-нибудь суп Можно грибной даже, да? Наверное, картошка фри Самая согревающая еда – это та, которая приготовлена с любовью Приготовлена дома, руками каких-то близких людей, родственников В которые вложено очень много тепла Друзья, мы спешим снова пожелать вам доброго утра И представить нашим гостю Знакомьтесь, Татьяна Измайлова, специалист по петчверку Доброе утро Доброе утро Давайте разбираться, что такое петчворк Звучит очень мода, как-то современно, а выглядит по-старинному, уютно Ну, где-то, да, я уже слышала об этой технике Петчворк – это лоскутное шитье Шитье из-за скутков Этому рукоделю уже более трех тысяч лет Но в современном, как мы сейчас его воспринимаем, оно где-то с 90-х годов То есть это, в общем, пошло из США Стали придумывать схемы То есть не просто вот лоскутки, как наши бабушки сшивали подряд там все Ну, просто для того, чтобы там одеяло, чтобы утеплиться А это уже как бы для дизайна То есть это специальные техники Вот техника «Звезда», тут вот, например, там колодец Ну, их много очень, техник разных То есть это какие-то определенные выкройки, да? Да, 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 схемы, схемы, да, вот То есть мы краем лоскутки разные, то есть, ну Раньше просто экономили, да, материал, а теперь специально его И некоторые до сих пор воспринимают Петчворк, лоскутное шитье, как вот старинные бабушки Но это уже давно совсем не так Мы вас поздравляем с юбилеем вашего рукоделия Спасибо Что вы из него делаете? Я смотрю, здесь как бы и даже картины есть, и подушки, и эта сумочка у нас оказывается, да? Это вот косметичка, да Такая вот В технике «Крэйзи», то есть от середины у нас «Крэйзи», сумасшедший лоскуток У меня, в принципе, как кулачек Да, 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 так и есть Ну, в общем, техники, вот, например, это, вот эта техника, это колодец, вот салфетки Что это значит? Это салфетки, колодец, это вот как бы техника изба В середине красный, обязательно красный квадратик И его обшиваешь Еще есть, так же называется, колодец, то есть внутри синий, допустим, квадратик Но это просто такая техника, она очень распространена А внутри какой-то наполнитель, да? Да, там внутри наполнитель, ну, это, как правило, синтепон Если это подушки, то есть вот тут, то там может быть синтепух Ну, специальные такие, тоже все специальные Прямо специально для вот петчерка Ну и, конечно, да И техники, вот смотрите, вот этот, например, артишок Вот видите, такой Звездочка такая Мы знаем, что вы изготавливали и шили одеяло и пледы, да? Да, 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 да Ну, пледы, это вообще как бы такая история Она на заказ, если что, очень, ну, под интерьер надо подбирать Это непросто Но я вот, например, вот у меня сейчас крайнее одеяло, которое я сшила Еще кайму не сделала Оно вручную я простегивала Вот это, да Для меня это медитация, но мне очень нравится Потрясающая работа И прямо сейчас тему такого вот рукоделия В нашей программе продолжит Татьяна Пецина Прежде чем создать для кого-то украшения Дарья спрашивает его дату рождения Этого достаточно, чтобы высчитать особое число Которое расскажет о характере, способностях и даже судьбе Никакой магии, только нумерология Я пошла обучаться Таро и Таро-нумерологии, они очень тесно связаны И когда рассчитывается матрица человека, там есть числа положительной кармы И когда я это изучала, поняла, что здорово бы иметь такой талисман с личными числами И с камнями, которые тебе подходят и тебе помогают в жизни Важных чисел у каждого человека может быть несколько И все их Дарья зашифровывает в чокерах и браслетах На ювелирную леску нанизывает бусины, натуральные камни Несколько декоративных элементов, сердце или звездочка Для связки японский бисер Например, есть отрезок, например, 1997 Есть семерка, две девятки, единицы Между ними я вставляю какой-то либо камень Либо, наоборот, если полностью состоит все из камней Вставляю какую-то, ну, бусинку, например И получается, что у человека браслет полностью состоит из его даты Плюс из чисел кармы Получается личный талисман Все украшения сделаны в разное время, но сочетаются между собой Есть даже варианты для мужчин Черные, из вулканической лавы Здесь уже в основе резинка Легко надевается и снимается Натуральным камням требуется постоянная подзарядка энергии человеческого тела Поэтому не следует оставлять их надолго без внимания Мы сюда приходим для того, чтобы получать опыт И узнавать себя через других людей Через ситуации, через какие-то жизненные моменты И нумерология, и камни, они как раз помогают взаимодействовать с миром И понимают лучше себя А если ты понимаешь хорошо себя Ты начинаешь понимать хорошо других И приходишь уже к таким более высоким энергиям, вибрациям и знаниям А тем, кто не любит украшения, Дарья предлагает носить с собой просто камни Кварц, аметист, сердолик имеют сильную энергетику Но при этом подходят абсолютно всем Татьяна Пецина, Сергей Александров, программа «Утро губернии» Продолжаем уютничать в нашем эфире вместе с Татьяной Измайловой Специалистом по пэтчворку Еще раз доброе утро Доброе утро Что самое сложное, самое трудное в шите из лоскутков? Ну, пожалуй, самое трудное это вот совмещение углов Потому что вот нужно какой-то навык, конечно, вот Чтобы все было ровно, аккуратно То есть вот это вот самое такое вот, по-моему, сложное А так, ну, ничего сложного То есть специалист по пэтчворку должен быть терпелив О, терпение, да Потому что, конечно, это усидчивость, терпение Но это, понимаете, вот сколько я У меня есть ученики И как бы научаются терпение Сначала, вроде кажется, а потом Хочешь, не хочешь, он научишься А так вот входят вот в эту тему И вот мы прям, ой, так быстро время пролетело То есть нравится Ну, это хобби То есть это хобби Татьяна рассказала, что она уже 20 лет занимается этим И написала целую книгу Наверняка там есть какие-то секретики, да? То есть вот когда вы, спустя 10 лет вы поняли, что Ага, вот надо было всю жизнь делать так А вот есть такое? Да, конечно Здесь в этой книге прям много лайфхаков Которые, в общем-то, можно и применять Применить для шитья И не только пэтчерка Вообще шитья, то есть для Какое-то самое-самое такое вот интересное Можете прямо сейчас рассказать? Что вот оказывается нужно шить Вот каким-то способом определенным Чтобы получилось красиво Ой, даже что-то, ну, знаете как У меня все Вот как я походу вот У меня быстро все раздается Импровизируете? Да, импровизирую Потому что, например, вот я сшила Я смотрю, что-то вот не хватает Я думаю, здесь вот нужно строчку Стежку сделать То есть вот эта вот стежка Она, вот это, кстати, тоже лайфхак То есть стежка, она очень Придает изделию такую просто вот Ну, комфортность Какую-то изюминку Это просто вот, например Это получается какая-то ваша разработка Разработка, да? Ну нет, нет, нет Стежка обязательно нужна для там Ну, ну, в смысле Вообще стежка, она известная Тоже разные техники Именно стежка в пэтчворке А именно вот использовать в своей работе Да, вот, например, вот это вот У меня вот одна из первых работ Звезда называется Ручная, вручную Я, например, простегивала вот тоже мое Ну, люди, многие это как бы Делаем вот по контуру Потом, например, вдоль То есть разные вот направления Получается так прям Изумительно А картина невероятная перед нами Картина, да Мне кажется, это Такая трудоемкая работа То есть даже ромашки Все это... Ну да, да Но это вот тоже, знаете Это вот просто Вот в процессе все рождалось Вот начиная Сначала, типа, вот зелень Это вот типа на лугу Потом дерево Потом дальше вдали Там где-то озеро Небо Вот эта ткань была подходящая То есть настолько все вот Дом, это вообще дом в деревне Это тема такая вот Ну, как бы душевная Мне очень нравится У меня еще есть домики Я люблю вот эту тему Вот и цветочки как бы вырезали То есть здесь есть и аппликация Вот, потому что вот эти вот окошечки Например, там Это вручную Вот Советы начинающим С чего начать? Вот самое простое изделие Которое нас вдохновит Которое точно получится С чего начинать? Ну, самое простое Ну, самое простое Ну, можно сделать Вот просто вот такие вот квадратики Ну, это немножко Не простое Усложненные, да Быстрые техники, да Ну, просто это Нарезать полоски Их разрезать вдоль Ну, в смысле вот так Вернее, поперек Несколько, допустим, три полоски Разрезать их вот так И сместить И у нас уже получится Новая техника Что-то интересное Да То есть это Ну, сейчас много всего В интернете И так вот показывать На пальцах, конечно Но, в принципе, это очень легко Для начала Просто даже полоски вот Посмещать Спасибо вам большое Спасибо вам большое За красоту Которой вы наполнили Нашей студией Спасибо Хорошего дня И вдохновения Спасибо Ну что ж, плед Из петчверка у нас уже есть Пора на боковую Ловить сны Это рубрика Все из ничего В которой мы порой Из случайных бросовых вещей Создаем очень полезные Нужные в хозяйстве вещи Аннушка Ты мне обещала Сделать и показать Как делать своими руками Наш древнеславянский вариант Ловца снов Точно Только это не совсем ловец снов Это ловец мечты О! Поросель какого-то Расли какого-то Клена Клен, между прочим Хорошее мужское растение И хорошая сила Которая способна нам принести То, о чем мы Мечтаем Как ловцов снов Подобные плетенки Делали на Руси Но редко И в качестве Терапии Скажем так То есть действительно При наличии кошмаров Чего-то еще Они вешались над кроватью Заговаривались на Избавление от Неприятных слов Снов И потом сжигались Как бы поймал Нехороший сон И уйди Две-три ветки И сплетаем между собой Скручиваем немножко Для того, чтобы они Плотнее друг за друга Держались Обязательно две-три Имеет значение? Имеет значение Все понятно В старославянской практике Была такая следующая Энергетическая арифметика Один плюс один Равняется Три Потому что Встретившись Мужчина и женщина Рождают третий мир Своё дитя Сливаем в кольцо Придаем ему Максимально округлую форму Поэтому хорошо Когда ветки влажные Их легко сгибать И давай вот Короткая? Нет, мы можем Прямо с самой пасмочки Оставляем хвостик Всё, тогда не будем Резать ничего И прямо с неё Вот так вот И наматываем Можете Для особо неленивых Обтянуть весь круг Мелко-мелко Ниткой Давай придумаем Какую-нибудь мечту На ближайшее время Ну-ка Чтобы уж не просто так Я в Индию хочу поехать На съёмки или отдыхать? В следующем году Отдыхать Отдыхать, хорошо Марина отдыхает в Индию Движение кнаружи Это значит, что ты Будешь много себя проявлять Если бы движение Шло кнутри То есть я к себе бы мотала Это говорило бы о том Что мне очень многое Нужно получить от мира Но своей энергии внутри У меня не хватает На эту мечту И поэтому Я буду искать Да, я буду искать поводы Где и как это всё Найти и добрать Через примерно Одинаковые расстояния Я подкладываю пальцы Всё делается на глаз Мы обвиваем И как бы ныряем В эту петельку Обвиваем край ловца Ныряем в петельку И натягиваем У нас получился шажочек Те самые шажочки Чтобы с каждой зарплатушки Раз отложила Там немножко отложила Я хочу побыть И провести время У океана У воды Хочу поплавать Поучиться Заниматься Сёрфингом Хочу попробовать Вот конкретное действие Да То есть тебе важнее Попасть в более аутентичную Обстановку Или В более туристическую Где есть больше возможностей В этом Нет, скорее всего Уединение Интереснее Рекомендую Штат Керала У славянского Может быть вот такое плетение Потому что мы с тобой Заговорили о маленьких Шажках и событиях При больших шажках И событиях Я могла выбрать Немножко другое плетение Например Звёздочкой Когда берётся ещё Маленький внутренний круг И на него начинает натягиваться Такое солнышко Мы можем головой Хотеть очень многого Очень часто Ну и вообще Но когда это желание Становится истинным Оно начинает воплощаться С лёгкостью И дальше твой путь Пойдёт через зелёную ленту А зелёный цвет Это символ Естественного Природного развития И природного качества жизни Какие бы умелые У вас руки не были Если вы не готовы К воплощению своей мечты И красиво У вас не получится Эта история работает Так же, как и в куклах Так же, как и в писанке Если это не ваше Оно в руки не дастся Это тот самый скрытый сюрприз Который откроет тебе Твою поездку С совершенно новой стороны Так, чтобы Стать для тебя Таким настоящим вкусным подарком Палисманом Да Где на этом круге Он сидит Книпальтина Пёрышки внизу Работают связью С миром предков И с миром Так называемой Нави То есть там, где Наши страхи бродят И так далее Но у пёрышков Есть особая функция Подметать То есть Отметать от нас Все страхи и сомнения Которые могут нас остановить Вторая лента Синяя На самом деле Синий и голубой цвет Это цвет женственности Потому что Женщина вода И она течёт Теперь повесить его Где-то, где дует ветерок Сквознячок в квартире Напротив окошка Чтобы он видел солнышко И чтобы он видел движение Ветра Ветер это творчество Солнышко это сила Всё Ваше желание Исполнится точно Это была рубрика Всё из ничего Марина Баркова И Аннушка Умелица Счастья вам На этом всё Сегодня с вами согревались под пледами И составляли согревающее меню Ведущие Саша Байдачная И Максим Полагнюк До встречи И хорошего дня вам Пока Ну что, как будем согреваться, Макс? Чесноком? Ни в коем случае Знаешь, такую японскую штуку Называется катасу Это обогреватель Его накрывают одеялом Туда ноги И все сидят и греются Ох, я могла бы посмеяться над твоими идеями Но погреться под одеялом на работе Звучит уж больно заманчиво Тащи свой катасу